всем здравствуйте сегодня в наш интернет-журнал для домохозяек кухни моей мечты поступил такой вопрос наталья здравствуйте посмотрела вашу кухню красота скажите у вас обои обычно или стекловолокно и потолок гипсокартон с уважением елена отвечаю елене обои у нас не стекловолокно обои у нас обыкновенная моющиеся очень долго вообще мы выбирали в котлосе обои вы знаете мы объехали большое количество магазинов и были обои которые нам очень нравились но их не было в достаточном количестве мы заказывали и однажды мы приехали в магазин по моему называется престиж находится он на карла маркса и что примечательно что хозяйка магазина вынесла нам сразу же обои которые только-только еще пришли и даже они не успели их разместить на рядах поэтому у нас была возможность выбрать и вы знаете мне эти обои понравились сразу во первых они по фактуре нам подходят для наших фасадов у кухни потому что у нас тоже фасады с полосками идут только полоски у нас идут горизонтальные а здесь полоски идут вертикальные и вы знаете вот такой вид они придают даже они не белая они дают вот такой молочный немножко оттенок и вот мне очень нравится фактура если днем они выглядят матовые вечером при освещении ламп они блестят как снег то есть они искрятся как снег я бы не советовала все таких квартиры покупать стекло волоконные обои почему потому что стекло волокно это все-таки стекло и вот эта тончайшая пыль которая будет оседать в вашей квартире может быть от трения особенно вот вы это почувствуете если будете самостоятельно их клеить потому что что не говоря стекло и стекло и такие обои рекомендуется больше для офисных помещений нежели чем для домашних хотя в принципе стекловолоконные обои хороши тем что их можно покрасить но я думаю что эти обои тоже можно покрасить они очень плотные о своей структуре и вы знаете вот их еще называют антивандальные у нас дома код и все обои гад у нас дома код гад и у нас все обои дома сделаны чтобы он не мог их царапать и вот он их не царапает единственные обои которые мы купили чуть-чуть подешевле это в прихожей так вот прихожей уже у всех дверей уже вот его эти когти оставлены и полосы из-под когтей а вот не на в кухне не в комнате а он эти обои не трогает поэтому потому что они для него не комфортны для царапания и вы знаете вот даже я могу вам сейчас продемонстрировать вот я например ногтями видите сейчас провожу по стене то есть не остается абсолютно никаких на стене полос стоили они примерно около двух тысяч рублей за рулон в рулоне 10 метров ширина по-моему у них метр если мне не изменяет память и у нас очень хорошо их поклеили я очень довольна потому что даже практически не видно швов перед тем как клеить обои нужно обязательно сделать подготовку стены если вы их не выравниваете там гипсокартоном или как-то другими способами то обязательно нужно ее прошпаклевать вот у нас в одной комнате мы не прошпаклевали стены нам просто не подсказали это сделать и обои легли не так хорошо как вот здесь здесь они вообще лежат абсолютно идеально несколько слов о потолке потолок у нас ни в коем случае не гипсокартонный у нас натяжные потолки заказывали мы их фирме небосвод которая находится в адмирале на первом этаже мы очень довольны ребята сделали быстро во первых быстро сделали замеры быстро приехали натянули установили нам светильники ну вот чтобы я вам посоветовала саша покажи пожалуйста здесь вот эти светильники вот видите у нас светильники их четыре штуки это светильники которые освещают рабочую зону скажу сразу мне недостаточно света то есть если будете делать вот кухня у нас длину примерно метров пять четыре с половиной точно то этого недостаточно то сделайте хотя бы шесть светильников потому что не очень или местную подсветку не очень хорошо освещается или делайте местную подсветку и и лампу которую мы покупали мы ее заказывали по каталогу вот сколько раз убеждаюсь что не надо заказывать по каталогу вещи для дома именно вот такого плана потому что ожидали одно пришло немножко другое ну она нам подходит здесь по стилю на кухню но вот все таки я бы наверное уже поискала бланку и посмотрела бы ее вот в натуре потому что очень сложного когда по каталогу ты заказываешь приходит одна вещь весишь уже она немножко по-другому смотрится и то что касается потолков то мы все-таки взяли матовые потолки натяжные потому что глянец они нравятся не всем и глянец они конечно дают высоту у нас достаточная высота потолка 270 мы даже еще здесь опускали сантиметров на 10 и 15 потолок потому что вот здесь идет газовая труба и она у нас скрыта как раз под потолком видите вот она из короба выходит и вот туда идет прямо заворачивает правый угол поэтому мы ее специально даже просили газовиков чтобы они ее вверх немного подняли и мы закрыли и и потолком поэтому я вообще рекомендую заказывать матовый белый потолок потому что вообще идеально смотрится просто отлично с вами была наталья невзорова задавайте нам вопросы мы будем вам отвечать и приглашаем вас наш проект кухня моей мечты